Депутаты окружного парламента совместно с представителями мэрии и счетной палаты провели совещание по итогам рабочей поездки на строящиеся многоквартирные дома в Нарьинмаре и поселке Искателей. В режиме видеоконференц-связи на вопросы парламентариев отвечали представители профильного департамента, руководители строительных компаний и централизованного стройзаказчика. Тему продолжит Александра Литкова. В этом году получить ключи от новых квартир должны были сотни семей, но по разным причинам подрядчики не смогли вовремя завершить строительство нескольких многоквартирных домов. Это получается 291 квартира. Для примера детей-сирот стоит 173, по-моему. Да и сегодня говорить о том, что вот мы даже могли бы обеспечить все детей-сирот, да, у нас выступал недавно прокурор здесь и говорил о том, что вот не исполняются указы президента и еще что-то. А как мы будем исполнять, если мы даже не можем подряд? Мы дали денег, да, для того, чтобы вот выполнять все эти указы президента, помогать этим-сиротам. Ну, а в результате вот не получаем мы ничего. Напомню, на сегодняшний день в Нарьянмаре и поселке Искателей строятся более 10 многоквартирных домов. Согласно госконтрактам, все они должны были быть введены в эксплуатацию осенью этого года. В связи с этим окружные парламентарии в очередной раз заострили внимание на проверке добросовестности подрядчиков перед заключением контрактов. Вот если посмотреть график, то идет оно снижение из года в год. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Кто-нибудь попытался анализировать, почему наши строители не выполняют свои контракты. Вот, и ответить на этот вопрос. Почему тогда сдавали до 40 тысяч, вот как было сказано, и почему сейчас даже 18 тысяч квадратных метров ввести не можем? Почему тогда финансировали 30%? Сегодня при финансировании 70% ввести не можем. Может, мы подбираем не тех подрядчиков? Одно из решений, которое прозвучало на заседании, предполагает возврат к практике приобретения жилья в результате торгов. По мнению депутатов, применение 44-го федерального закона в наших условиях более эффективно, чем контрактные закупки. Кроме того, парламентарии считают, что нужно ускорить процесс передачи квартир жильцам. Возникает много вопросов между органами власти округа, города. У нас есть некоторый промежуток, который необходимо ускорить. Поэтому мы рекомендации дали о том, чтобы был проработан четкий алгоритм по передаче объектов, и чтобы быстрее жители наши получали. То есть, как взять по Первомайскому, он уже полгода стоит и до сих пор не сдан. Это неправильно. Как заверили руководители строительных организаций в ходе видеоконференц-связи, часть квартир до конца года все-таки будет передана новоселам. Последние проверки сейчас проходят, реализационные действия заканчиваются. Я думаю, что на следующей неделе, ну, по крайней мере, мы планируем, начать выдачить ключей по первым 28-м квартирам, которые у нас в 6-й секции сданы. А 7-я секция в высокой степени готовности, я думаю, что тоже в ближайшее время увидим результат. Подводя итоги заседания, депутаты рекомендовали составить поэтапный план производства работ по каждому объекту и рассмотреть возможность изменить подходы к строительству жилья в округе для снижения риска затягивания сроков строительства. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.